добрый день уважаемые друзья самом деле мы не случайно собрались сегодня здесь чтобы сразу же уже приурочить все равно же всех интересует да как у нас реализуется строительство детских садов я думаю одну из пресс-конференций которые я буду вместе с вами проводить это мы сделаем еще когда школа будет достаточно хорошем состоянии чтобы мы также прошли посмотрели все уж если вот заканчивая такую тему детских садиков да то есть у нас вот это тоже практически в 99 и 9 десятых готовности есть отдельные моменты которые строители должны до завершить мы должны пройти согласование контролирующих органов чтобы получить здесь специальное разрешение на эксплуатацию этого детского садика он пока у нас не введен в эксплуатацию после согласований уже моего введем а я думаю уже в этом месяце успеем в этом месяце где у нас успеем следующем в начале следующего да мы уже готовы будем принять детишек и так следующие детские сады они примерно в такой же готовности то есть с разницей в неделю мы там сейчас устанавливаем мебель устанавливаем оборудование все все закуплено и также получая разрешение мы тоже ведем то есть у нас вот ближайшее время 200 мест в детских садах именно возраста от полутора до трех обратили внимание что этот ясельные детские группы у нас могут находиться только на первом этаже все полы с подогревом какие современные детские сады мы обязательно сделаем у нас на сегодняшний день вот я специально запросил управление образование почему сейчас скал цифру 195 детишек которые подошла очередь именно у нас очередь больше но там у нас сейчас встают на очередь дети с самого рождения имеют право они встают на очередь и когда подходит там их возраст мы им предоставляем детские сады вот на сегодня 195 детишек которых подошла это очередь в двадцатом году и мы сейчас будем конечно же с управлением образования размещать этих детей здесь кроме этого у нас с вами сейчас проходит уже передача уже заканчивается на этой неделе передача собственно с детского садика там тоже с ясельными группами в микрорайоне юревец тоже там сейчас работает заведующая которые со строителями также обходят и каждый смотрит недочеты услуг устраняются и тому же там там так как это отдельный детский садик там мы должны получить отдельную лицензию на этот детский сад и тоже у нас в этом году будет если уже говорить о перспективе то мы в этом году должны построить еще три детских садика это два вот таких это на полянке и на на полянке там где вот мы выдавали для многодетных земельные участки сновидцах веризина и 2 на тихонравого детский садик такого же такого же типа и один полноценный детский садик сновидцах веризина в новом микрорайоне который уже давно давно жители ждут и также мы проектируем начинаем проектирование вернее сейчас тоже привязка к земельным участкам школы в микрорайоне юревец и детские сады на так такого же типа на следующий год но если уже такая тема образования так уж мы также школа ставится веризина не школа сновидцах веризина мы привязываем к земельному участку и также вместе с департаментом области будем входить в проекты которые финансируются линии министерства образования для того чтобы у нас начинал строится еще одна школа то же следующий как раз в том микрорайоне в образовании мы также предусмотрели на этот год мы очень хорошо поработали спасибо сергей валентинович казаков он всегда о детишках переживает он настоял на то чтобы передвинули средства на оконные и и на оконные блоки детских садах мы очень много сделали в этом году и в том году и в этом году продолжаем это уже ну за счет своих собственных средств городского бюджета ну так же крыши ремонт и мы на этот год еще запланировали управление образованию в четыре раза сумму больше на предписание контролирующих органов то есть где у нас какие были недочеты в виде входных дверей выходных групп которые делают мы 20 миллионов запланировали на этот год ну вот если кратко по этой теме значит вот она такая картина на сегодняшний день что еще давайте я такое попробую озвучить общие черты что мы собираемся сделать еще в этом году я уже не буду вам наверное говорить о том что сделано за 19 год это наверное будет вот я буду в и на 1 январь сессии отчитываться перед депутатами городского совета там будет как раз по итогам вот а в этом году мы планируем еще также продолжать строительство дорог и первую очередь мы начинаем сейчас будем расторговывать чапаева это чапаева спиранского соединения про которые очень много и давно говорят мы будем делать их из за счет средств городского бюджета так как нам сейчас дополнительно дали средства дорожного фонда 50 процентов от налога транспортного налога с физических лиц юридические лица там как были так и остаются в областном бюджете а нам 50 процентов от налога с физических лиц поступает в городской бюджет и поэтому мы сейчас уже не никого не спрашивая там софинансирование мы самостоятельно начинаем эту программу мы также продолжаем по безопасным качественным дорогам у нас как и в прошлом году выделено 50 миллионов федеральных денег в этом году мы добавляем своих из муниципального бюджета 50 миллионов и на 250 миллионов будем делать эти дороги уже расторгованы потому что там правительство следит чтобы они были расторгованы правильно определены мы тоже уже когда позволит погода приступим к их строительству мы как говорил на всякие на все про проекты софинансирования по дорожному фонду закладываем бюджете города 100 миллионов мы их уже несколько лет подряд закладываем это у нас туда уходят средства как раз именно связанные с дорогами 50 миллионов у нас уходит на ушло на безопасные качественные дороги часть мы передвигаем на общественные пространства тоже дворовые территории которые у нас в этом году 111 миллионов мы будем делать вероятнее всего будем делать парк начнем добросельский потому что жители за него проголосовали и мы сейчас перерабатываем проектно-сметную документацию на более-менее там первая смертная стоимость получилось этого проекта где-то порядка 600 миллионов сейчас мы перерабатывая проектно-сметной документации стараемся более таких же качественных материалов делать но менее менее таких недорогих и у нас скорее всего сейчас получится цифра чуть больше 300 миллионов рублей и мы тогда будем выходить на торги но хочется сделать этот парк побыстрее потому что вот мы выделили в этом году 74 миллиона на этот парк но я разговаривал на эту тему с с Владимиром Владимировичем Сипягином и предложил ему говорю давайте рассмотрим совместно этот парк то есть из областного бюджета и вот мы из городского бюджета выделим то если это получится там он сказал что продумает все это посоветуется с финансистами если получится то мы этот парк можем сделать за два года если областного финансирования не будет то это будет наверное чуть дольше сейчас вот пока не готов сказать насколько это растянется но хочется сделать это все сразу про коммунаровскую школу я вам уже сказал много очень еще хочется в этом году у нас к сожалению как мы знаем объектов спорта все-таки не хватает да и мы очень надеемся на тот объект областной который заявляла областная администрация что они построят на землях университета и мы нашим генеральным планом там разместили этот объект и сейчас ждем утверждение правил землепользования застройки мы их не можем утвердить только по одной причине у нас не дает заключение инспекция культурного наследия хотя на самом деле не совсем понятно почему они не дают они мы ничего не изменили в исторической части города все осталось то же самое и в четырнадцатом году они нам давали такое же положительное заключение сейчас просто какая-то непонятная ситуация не дают ну если так будет продолжаться то есть они не дают на ближайшее время у нас просто выхода не будет просто поэтому подать суд на то что они понудить их к этому другого способа просто не видим и тогда действительно из-за этого очень много стоит проектов и не только городских в том числе и областных вот один из них вот этот вот объект спортивный он тоже должен быть утвержден в правилах землепользования застройки потому что до этого его не было это землеобразование по спортивным объектам мы планируем и сейчас вот ведем все эти мы считаем сколько это будет этот стадион юность мы давно обещали в микрорайоне доброе сделать этот стадион восстановить его и жители с которыми встречался тоже достаточно большое количество там метишек занимается и мы обязательно я думаю в этом году его восстановим сейчас последние корректировки смет сделаем часть денег если получится или оборудование нам дается по программе минспорта мы с Сипачом обсуждали этот вопрос и заявки туда мы уже отправили часть денег нам придется добавить своих муниципальных также продолжится программа парков и дворовых ну вот по парку я сказал что если у нас получится значит мы начинаем парк добросельский сейчас уже документы в экспертизу сдаются как экспертиза будет получена будет окончательная цифра известно значит и думаю что многие многие такие вещи нам еще придется тут откорректировать то есть наш бюджет города на сегодняшний день мы приняли кто был на сессии городского совета 8 миллиардов 13 миллионов я думаю что он будет увеличиваться с поступлением приходом федеральных денег как правило думаю что в этом году мы наверное даже перешагнем за 9 миллиардов то есть ну это очень хорошие показатели здесь мы налоговый потенциал наращиваем достаточно неплохо такого не было если вы помните с каких там цифр начинали это было 2-3 миллиарда по моему да там 10 лет назад ну сейчас видите как подросло понятно что и цены другие совсем но тем не менее так есть вот наверное вкратце я вот такое вступление как бы сделал а дальше я готов отвечать на вопросы которые у вас накопились да Андрей Станиславович как обычно широк когда он говорил я поговорю себе эту ремарку о том что благодаря нашим достаточно позитивным переговорам с партнерами администрации области и поддержке запятного собрания 50 процентов старцев налога будет поступать за свой бюджет Андрей Станиславович только в декабре в декабре 2020 не важно они в бюджете есть зачисление происходит в самом конце года но и на том спасибо коллеги регламент очень простой задаем вопросы большая просьба каждому формулировать по одному вопросу понадобится второй круг мы пойдем на второй круг не перебивать друг друга и представляться хотя Андрей Станиславович знает и любит каждого из вас Ольга подняла первую руку пожалуйста Добрый день мы в прямом эфире Телефон Мы тут вообще с коллегами перед началом несколько удивились друг другу потому что нас намного мы даже в ожидании какого-то крупного огромного заявления может быть вы хотите следить по своей губернице или что-нибудь еще интересное сказать Я обещал же вам что мы будем встречаться регулярно хотели организовать эту встречу перед новогодними праздниками но тем не менее я помню свое обещание куда я не попал к вам да Александр Арнольдович Мы обошли всех Андрей Станиславович в формате прямых эфиров Ольгу оставили что называется на десерт да значит коллеги но на самом деле никаких ни заявлений ничего просто встреч с вами для того чтобы вы посмотрели посмотрели и задали те вопросы которые волнуют вы же сами говорили что надо чаще встречаться вот пожалуйста спасибо пожалуйста чуть позже на Ветеринку Владимир Андрей Станиславович вы сами сказали про генплан про то что там все так неоднозначно и так далее вот редакция направляла запросы в администрацию Владимирской области в частности нам ответили что генплан по сути был принят в мэрии в одностороннем порядке совместно с горсоветом и не получен ряд согласований и есть куча несоответствий и так далее то есть я могу протестировать это дело в том что у него получится согласование Министерства культуры Министерства природной и финансовой экологии получено отрицательное заключение от следующих органов исполнительной власти администрации Владимирской области департамент имущественных земельных отношений департамент лесного хозяйства госинспекции госинспекции использования животного мира и так далее в общем власти регионального и федерального уровня у них есть ряд претензий генплан также принимается там про Владимира в том числе я писал очень много о спорных моментах потому как предлагается гулять где там на окраину города за ТЭЦ в частности и так далее как зеленые насаждения включены какие территории детских садов и в общем там было очень-очень много всего почему тем не менее этот генплан принят с чем не согласны представители региональной и федеральной власти ну я никогда не заявлял о том что генплан принят с какими-то нарушениями и все остальное это просто болтовняк если кто-то считает что генеральный план принят с нарушениями пускай подадут есть официальная процедура в суд и суд рассудит как это должно быть все кто-то пытается что-то там поговорить попиариться там шуметь какие-то политические заявления сделать то есть весь генплан принимался без нарушений по определенной процедуре и там прописана у нас эта процедура прописана федеральным ведомством о том что если есть замечания они снимаются в рабочем порядке значит все замечания которые были мы сняли в рабочем порядке если у кого-то в ходе возникают хотелки это уже не юридическая процедура там можно писать я хочу там детский садик а я хочу там что-то другое то есть есть юридическая процедура мы ее сто процентов она соблюдена и поэтому генплан мы правила землепользования не выносили даже на горсовет потому что там действительно есть нету одна не хватает одного заключения и вот это заключение оно должно быть от инспекции если они не дадут значит мы также по юридической процедуре пойдем в суд и будем доказывать что то что они нам не выдают заключение это там надумано суд дальше решит правы мы или не правы потому что по генплану там все было снято за исключением там не знаю каких-то вещей которые они как вам сказать шли в нарушение уже процедуры и можно было таких знаете выдвинуть доводов там огромное количество а вот мне не понравилось это потом я посмотрел а вот еще мне что-то не понравилось нет есть четкая процедура по которой все идут если кто-то не согласен там белый дом там или зеленый дом какой-нибудь суд пожалуйста мы готовы там защищаться спасибо большое так следующий сергей фигеев торфогазитов если я правильно вижу коллегия за всеми присмотрим товарищи вот вы задумали проект национальный безопасный качественной дороги вы знаете что мы постоянно на этом подробно экспектировали делиться с вами переговоры переписку много что сделало под этим замечанием но что осталось не сделано не выполнил но сейчас мы в рамках безопасности проверили освещенность на всех пешеходных переходах на тех участках объектов которые были демонтированы на основном проекте и я хочу сказать картины неутешительны мы проверили 51 переход пешеходных переход не соответствует норматив освещенности ну и еще интересно что ладно лапы далеко стоят пешеходные переходы развернуты в другую сторону но вот к примеру магистрат одна из возможных магистральных городов это Сотовский проспект пресечения води там освещенность в два раза меньше ну то есть хотелось бы что на будущее на 20-й год который уже объекты запланированы кроме того что нас всех интересуют естественно и нормативные дороги да это дорожного покрытия но на безопасность на безопасность надо тоже обратить внимание это разметка сейчас очень много жал поступает освещенность это даже укрепление обочин вода и так далее я думаю что общественное мнение или какие-то совещания мы готовы полную картину прийти поделиться и какие-то предложения совместные чтобы не допускать конечно-таки тихо спасибо спасибо нет давайте в следующем округу если можно кстати фонарей не 15 а 16 на всякий случай 16 фонарей да не справа все уже есть права ну на самом деле сто процентов вы правы я на это обращаю внимание постоянно что освещенность улицы должна быть стопроцентная и здесь видимо вот из-за того что не горели фонари да из-за этого нарушена такая то что фонари то новые светодиодные если там там кстати они не перегорают скорее всего там есть какие-то проблемы по контактам они отходят они быстро восстанавливаются надо постоянно контроль держать разметка сто процентов согласен аварийность надо снижать здесь у меня единственный момент просьба вы когда выходите вы берите нашего специалиста чтобы он видел понимал и вместе с вами участвовал ну хотя бы чтобы понимать что нужно быстро исправить то что вы выходите это правильно это нужно делать постоянно и за это вам еще отдельное спасибо что вы это самое ну видите как бы мы с вами ситуацию по спиранского чапаева сдвинули да сейчас мы еще вот последнего прихода жителей мы сейчас еще смотрим вот это ответвление в сторону улицы красной да там чтобы запроектировать у нас это не было в проекте следующим этапом посмотрим чтобы выезды чем больше выездов с разных сторон и тем будет больше да я еще забыл сказать что мы еще пиры делаем соединяем улицы вот как раз вот то что мы сделали нижнюю дуброву с улицей 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 Диктора Левитана да сейчас вот будет проектироваться и обязательно посмотрим там как это будет делаться потому что уже предпроект он сделал спасибо большое вам подготовиться Александр Орлов потом Григорий Белов я сразу назначу я сижу за руками потом вы хорошо Григорий Белов Андрей Станиславович в связи со стартом на северо-востоке региона известно что в городской администрации пришлось выгонять людей технику с праздником с тем чтобы реализировать последствия так сказать неприятные последствия вот этого старта вопрос можно ли сейчас в цифрах выразить во-первых сколько жалоб было на надзорного в связи с недвижащим действием оператора регионального и второе в каком объеме мы слышали что вы собираетесь не любить регионального оператора в требовании по так скажем покрытию расходов из бюджета в каком объеме понял ну я думал сегодня про мусор никто говорить не будет почему будет да да ну на самом деле я бы знаете как разбил бы эту мусорную тему на два момента первый до нового года и второй после первого января ну с первого января до нового года мусоровозящие компании обязаны были работать включая тридцать первое число ноль часов значит и когда только мы получили первые сведения о том что они начали вывозить свои контейнерные площадки это две компании спецтранс и унея мы сразу же собрали к чс вынесли им предостережение о том что они делают незаконное это сразу же направили письмо в прокуратуру если мое личное мнение вы хотите узнать по этим двум компаниям то они повели себя очень недостойно я считаю что они должны быть наказаны по полной строгости закона и я считаю что такие компании если они думали что они сделали плохо региональному оператору я думаю они сделали плохо горожанам то есть неуважение жителям города было проявлено именно этими двумя компаниями пытаясь как-то навредить то что должно было произойти там мусорной реформе уж так если называть это да с первого января момент второй и мы фиксировали все эти нарушения я думаю здесь совместно с областной администрацией мы должны принять все меры чтобы наказать эти две компании значит момент второй 1 января 1 января региональный оператор должен быть должен был установить все контейнера и соответственно начать вывоз к сожалению региональный оператор был к этому не готов конечно можно говорить о том что были объективные причины там суды были еще что-то договора незаключенные сто процентов там сложно проходил процесс но к нему все равно нужно было подготовиться и люди подавая заявку на то что они хотят стать региональным оператором они обязаны были готовы быть у них на сегодняшний день вот я мы каждый день мониторим ситуацию еще не хватает порядка 500 контейнеров я думаю они приехали мне мой заместитель докладывал вчера вечером сейчас собирается в некоторых школах нету в некоторых детских садах не во всех но сейчас дозавозят там где-то определенные контейнера нету ни одного договора смотрите сколько прошло время 14 дней мы говорим даже о том что вот я вот сегодня спрашивал Маркова Елена Владимировна говорю в школу хоть направили договора на вывоз мусора что проще в школу и в детские сады направить все известно тариф известен школы работают нет ни одного это говорит о готовности или не готовности регионального оператора да мы как только провели увидели что не справляется региональный оператор и не справится потому что мы считали и технику и контейнера мы получили письмо от регионального оператора с просьбой помочь чтобы не было завала в городе и соответственно начали вместе с ними мониторить и вывозить мусором получили письмо что гарантированную оплату сейчас вот наши юристы считают вместе с управлением ЖКХ наши трудозатраты и нашу там техника сколько было потрачено там на бензин и мы выставим регионального оператора чтобы деньги пришли в бюджет города Владимира вот вот это сумма именно не больше не меньше там согласуем все эти вещи мы вывезли более тысячи кубов я уже говорил сейчас точную цифру даже не могу сказать все эти фиксировались вещи потому что машины шли на маринку то что некоторые я смотрю почему мы именно начали то что некоторые смотрю у нас даже было одно интересное объявление говорит вот жители написали к нам загрузилась машина уехала неизвестно куда приехала еще раз загрузилась то есть очень быстро значит куда значит куда то вывезли где нам потом с вами все равно убирать да придется это то есть вот это нельзя допускать эта ситуация продолжается на самом деле и на сегодняшний день что у нас есть группа которые мониторят все работники все работники жкх работали все работники огромное количество администрации районов сколько александр арнольдович в общей сложности сколько человек выходил ежедневно выходило по 14 автомобилей выпускались я имею ввиду по людям которые наши администрации работают более 80 человек ежедневно выходило постоянно мониторили постоянно подсказывали для того чтобы действительно это так вот это надлежит еще исправлять потому что на самом деле это не годится насколько я знаю сейчас они должны привести на этой неделе еще количество мусоровозов определенные которые пойдут в линию у них не вывозился мусор с начала года крупногабаритный вообще ну что тут говорить вот мне на самом деле не очень понятна позиция той же жилищной инспекции которая говорит ну а чего такого пресс-конференция вроде они призваны защищать людей да они же для этого по жалобам жителей должны работать жилищная инспекция говорит а что там пять дней пролежит и ничего три дня официально да потом еще плюс еще там сорок восемь часов безобразие люди-то видят это ну вот знаете и вот если я что-то делаю не так я всегда говорю там уважаемые жители ну извините ну не доработали исправимся там как-то будем давайте вместе там извините за неудобства оттуда слышно только одна у нас все хорошо а все хорошо это вот надо зайти в те дворы в которых там это все до сих пор завалено особенно октябрьский район октябрьский район октябрьский район просто утопает вы видите это все это хорошо сейчас еще зима а летом бы вообще все поплыло поэтому надо это исправлять срочно и не не бояться сказать на самом деле не наш владимирский регион один единственный который вот так вот входит в эту мусорную реформу надо честно признаться да есть трудности давайте их исправлять жители извините будем вместе делать это все давайте подсказывайте нам а говорить что все хорошо по меньшей мере смешно согласен что она началась именно вот так плохо Ольга не пользуйтесь тем что вы будете Григорий Белов я прошу прощения очень коротко по этому вопросу важно если Григорий Белов в Адельской ведомости вас пропустят вперед пожалуйста я запомнил Григорий Григорий Ирина Шульга потом ваша ремарка Алексей у меня на самом деле 2 вопроса в каком порядке мы расскажем по одному по одному вопросу если можно потом заходим на второй Так, можно порадоваться женщинами вот этого микрорайона, которые получили прекрасное ясно, но детские основные убеждения, они ведь в общей городской масштабе считаются, хоть по 8, потому что детские жители жилья рекорды, кстати, ну, ясно, что вам будет тоже реальность. Вот это смещение, мы не можем порадоваться за жителей коммунара, где они у нас, то детские жилья ясно стоят в доме, и, вот насколько я знаю, вот сейчас у вас, мы с вами говорим, там строительство нового детства, а вот здесь огромные, там очень большие люди, мамочки отказываются в этих городах, это вообще неудобно, сложно. Вопрос, кстати, когда, если планируете, или если не планируете, то почему не планируете строительство нового убеждения коммунара? Я понял. Мы совсем недавно построили там детский садик, достаточно хороший, вот сейчас Елена Владимировна мне сказала, 17 человек в микрорайоне коммунар не обеспечены детскими садами, именно вот этого от полутора до трех лет. Сейчас мы должны там ввести школу, которая разгрузит, и обязательно будем там смотреть еще. Но мы, вот эти детские сады, они не случайно выбраны здесь. Мы специально выбирали те районы, где самая большая потребность, именно в местах детских садах. Поэтому мы и начали с Ленинского района, потому что здесь самая большая проблематика. Мы начали на Первой Пионерской, потому что там появился такой уже, где строится коммунарий тоже, он активно застраивается, там обязательно будет достройка таких детских садов построено новые. Ну, на сегодняшний день, вот 17 человек, да, они ждут и, наверное, возят во Владимира. Ну, вот нам не удовольствовала женщина, которая строит в очереди 42-я. Здесь, здесь надо понять, я вот сейчас говорил, что она может в очереди и 42-я стоит, но они же, очередь создается по мере подачи заявления. Но кто-то подает, вот родился у нее ребенок, она сразу подает и пишет, мне, пожалуйста, в 25-м году, или там в 22-м году. В 23-м году есть такие, да, которые надо. Ну, я не знаю, давайте здесь, здесь... Григорий, давайте компетенцируем, если есть конкретный человек, я могу объяснить. Если к нам эта женщина обращалась, если к нам эта женщина обращалась, значит мы ей предлагали какое-то место, ну, в Владимире, да, если здесь нет места. Да, вы сказали, что будет построено, а вы можете просто его мотивировать, когда, когда мы будем построены? Давайте я посмотрю по плану. Следующий год, этот год нет. Следующий год у нас тоже мы сейчас проектируем, но там тоже, по-моему, нет коммунара. Значит, у нас там коммунсная застройка, в планах которого строительство высадок на 120 метров. За Клязьминском? А, коммунсная застройка, которую, в основном, исполняет фирма «Гротек», ну, одна из его дочерей компании, они заявили, что не считают коммунсную застройку. И когда они планируют построить? Детский сад на 120 мест. Слышите? Отправляем. За Клязьминском. На 120 мест будет детский сад. Только неизвестно, когда. Ну, уточним, она есть, что, когда мы платим для разработчиков данных правил. Уточните. Спасибо большое, Григорий. Ирина Шугля. Затем... Алексей забыли? Нет, Алексей, после Ирины забыли, запомнили. У меня вопрос по поводу, что варьируем силе вы, но если варьируем, как рассматривать, выделим на поископопроводействие, что Владимир требует помочь по организации здравоохранения. Знаете, с этим полномочиями мы сейчас начали смотреть более внимательно, да, сейчас же считаем каждую копейку, которая нам выделяется и как ее эффективно используют. Я могу сказать, что по всем полномочиям, все полномочия, которые нам переданы, на сегодня недофинансированы. Это касается и опеки, это касается и... Которые вот с безнадзорными животными, абсолютно недофинансированные. Про это много очень говорят, про безнадзорных животных, но никуда дальше не двигается. Дали там какой-то кусочек там муниципалитетом, сами вылавливаете. А содержание, остальное, как это положено по закону, нет. То есть, это все переданные полномочиями. Значит, очень много людей обращается по здравоохранению. И я всегда говорю так, мы готовы. Хотя это очень неблагодарная вещь и очень такая вещь, но я понимаю, что жители все равно ходят, как правило, чем ближе им достучаться. Там горздрав был, достучаться до туда еще. Но это очень сложный такой период и сложный вопрос. И здесь зависит, конечно же, еще не столько от нас, сколько от позиции министерства. Насколько я знаю, президент страны очень сильно сейчас эту тему изучает. Почему в первичном звене происходит такая ситуация. И кардинально, наверное, будет это все меняться уже на уровне государства. А дальше там уже определяют, где, что и чьи полномочия должны быть. Спасибо большое. Так, следом, был Александр Степанов, Кирилл Ишутин, Алексей Дудин. Дальше я уже начинаю путаться. Пожалуйста, Александр, вы поднимали руку или вы просто говорили, что вы здесь, что вы еще здесь? Да, я здесь. Так, тогда Кирилл Ишутин, пожалуйста. Что, нет? Нет, я не понимаю. Да, уже определяйтесь. Одесский Славович, на Томиксе выходило, ну, такое небольшое расследование, скажем так. После митинга в Александрове против завоза на Московском мусор на Славовне. Не хватайтесь, как с вами, за. Не, не, я просто положил голову, чтобы не хватит нас. И так, как нам показалось, как наши источники пытались выяснить, это был один из ваших знакомых, косовец Александр Волков. Сейчас приходит сообщение, буквально вчера, что он будет награжден на акции. Вы, медали, скажем так. Можно, ну, так, есть ли связь между этими событиями? И вообще, вчера, кстати, тот коллеги в телеграмму привезли, что, возможно, даже он причастен к выбросу мусора к Ёлке городской администрации. Знакома ли вам какая фамилия? Есть ли связь между наградой и его действием? Спасибо. А, Нес, сейчас позвоню, что уточни. Ну, опять, как кажется, в администрации Борбанирова есть медали. Чего до сих пор нету? Субтитры, Сосуева. Вот, а во-вторых, к Ёлке городской администрации никто ничего не выбросил. Да, коллеги, ну, безусловно, я всех работников, которые работают в администрации, знать не могу. Александра Волкова. Александра Волкова, да? Александра, да, но я знаю. Конечно, я знаю его, так, незнаком, близко, чтобы сказать. Не знаю причастность его к тем мероприятиям, про которые вы говорили, хотя ваши газеты, в газетах видел ее. Что касается Ёлки около Белого дома, считаю, что это недопустимо, такие вещи делать. И все это решаться должно быть по-другому, да? И кто туда выбросил, неизвестно на самом деле. Ну, вот, Кирилл там хайпует на эту тему, да, там, это самое, ему интересно там, да? Ну, слушайте, каждый развлекается по-своему. Спасибо. Спасибо большое, я приношу извинения Алексею Слепужникову, но подумать на что-то. Там, ну, никак рассказать, никак не ремонтировать. Ну, в трокое дело, мы же обещали, да, потом супер. А его еще не это само начали. Нет. У него свой круг, да? Нет, нет, у него широкий общий круг. Пожалуйста, Алексей. У меня не вопрос, у меня ремарка, все-таки вернувшись к мусору. Андрей Семенович, хозяйственная часть этого вопроса, она, в принципе, понятна, да. И очень понятно, политическая. Все-таки у кого находится полномочия по контролю или надзору в сфере мусоровывоза в городе Владимире? У областной администрации, у городской администрации? Какие возможности у городской администрации есть для регуляции? Потому что она не закончена явно, и эта история будет продолжаться. Да. Смотрите, на самом деле, уже говорили о том, что с 1 января все полномочия по мусорному оператору заключут... Ну, контролирует тот, кто заключает договор. С мусорным оператором заключила договор администрации Владимирской области. По сути дела, она должна регулировать все эти отношения. Что остается у муниципалитета контрольным? Да, то есть, есть у нас правила благоустройства города Владимира, за которым мы должны следить и смотреть, и штрафовать, выносить предписания. И это убирать мы не должны. Ничего. Это было, я говорю, по решению КЧС уже такая чрезвычайная ситуация, когда видим, что город заваливается мусором. И на самом деле, должно все это делать областная администрация. Но, к сожалению, областная администрация вдыхала хорошо в новогодние праздники, а администрация города пахала. А дальше что будет? Я все-таки надеюсь, что это должно стабилизироваться все. Стабилизироваться. Здесь надо побольше контроля и побольше такого, как сказать, контроля со стороны именно области. Потому что там есть соответствующие подразделения. Если я правильно знаю, это должно быть департамент природопользования, который должен контролировать эту ситуацию, работать и помогать. Мы готовы всегда помогать. То есть, все равно жители нашего города. Мы готовы. Ну, как-то руководить процессом должен быть. Или курирующий зам, в конце концов, который там есть или нет, я так до сих пор не могу понять. Вроде есть, вроде пишут. Ну, я, опять же, с ваших слов все, друзья. Кто-то куда-то уехал, куда-то приехал. Сказал бы, вышел бы, объявил бы, что мусорная реформа началась, все хорошо. Или все плохо. Не знаю. Полномочия с 1 января у муниципалитета по работе с отходами нет. Спасибо, Владислав Иванович. Так, коллеги, сразу, чтобы все у нас было по-честному. И круг был все-таки общий. Кирилл Шутин, ГТРК, Зебра ТВ, 6-й канал. Для всех это записано. Потом, потом, договорились. Пожалуйста, Кирилл. Спасибо. У меня тоже был вопрос на амурсовую. Но я думаю, что все-таки будет амурсовый. И мне сейчас написано у Валеростовского, который здесь был, если его не пустили. Ивана Василова озвучит причины. Я могу озвучить причину. Вы потом отдельно ему озвучите. Ладно. И лично Ивана тоже озвучил. Я уже сказал коллегам в самом начале нашего общения, что, собственно, происходит в наших взаимоотношениях. Вы знаете, принципы позиции администрации города Вадима. Я могу ошибаться, у меня поправьте, пожалуй, одна из самых открытых администраций в подобном мире. У нас принципиально нет аккредитации. После областной. Областные не обсуждаются. Это не божители, Андрей Станиславович. Что же их обсуждать? Поэтому, если возникают какие-то подобного рода недоразумения, по мнению любимого мной Ивана Ростовцева, пусть он обратится лично ко мне, и я вам все расскажу в подробности. Пожалуйста, продолжаем. Следующий. ГТРК Владимир. Прошу вас. ГТРК Владимир. В этом году еще бывают изменения с новостью города. Он касается выборов в Горсовет. Больше не будет партийных списков. Будет теперь выбор по духам. Вы бы, как Андрей Станиславович, уже остальные такие изменения. Насколько они будут эффективны на ваш взгляд? Думал, не будет вопросов. Думаю, ни по мусору, ни по выборам не зададут вопрос. Все хорошо, пройдет их. Смотрите, на самом деле партийные списки у нас появились не так давно. До этого всегда избирались по одномандатным округам. И вот в моем личном мнении о том, что чем ближе человек находится и к избирателю, тем лучше. Однозначно партийные списки должны быть в законодательном собрании, в Государственной Думе. Потому что партия – это выстроенная система такая. А вот на местном уровне, то есть то, что человек говорит, я сам был депутатом по одномандатному округу, я сам ходил и обещал. И то, что я обещал, я должен был сделать все это, как правило. То есть там меньше лирики, больше слов. Поэтому моя четкая позиция все-таки, что депутаты по одномандатным округам, они более привязаны к своим избирателям и более несут большую ответственность за свои действия. И здесь самое главное, что нету никаких ограничений, пожалуйста. Это может пойти человек как партийный, так и непартийный. И, пожалуйста, показывать себя. А если жители, если кто-то должен быть безлижителем, глава Горния должен быть безлижителем, и не пора ли против всенародной губернарной? Здесь много разных вариантов, я уже говорил, то есть можно принять и такой вариант, и такой, и все идут разными путями. Наверное, мы к этому тоже можем подойти, что и мэра можно избирать всенародно. Раньше так и было. Я же говорю, то есть оно как бы вот перманентно идет все, то возвращается, то обратно куда-то уходит. Спасибо, Александр Ильич. Коллеги, лишь легкий румянестый щекар Дмитрия Резбикова не позволил его прервать. Коллеги, давайте так, следующий вопрос, пожалуйста, «Зебра ТВ», я прошу соблюдать очередность, уважаемые друг друга. Сергей, пожалуйста. Не верил уже все, не верил. Да, все, я снялся дюжинный вопрос, к сожалению, только парочку задали. Хорошо, давайте так, вполне конкретный вопрос, да, исторический театр художественный. Мэри приняла очередное, так скажем, сложное решение. В связи с этим такой вопрос. Ясно же, что, главное, не хватит денег для того, чтобы за счет бюджета достаточно быстро вернуть публичный оборот это здание. Ведутся ли какие-то работы по попытке вхождения федеральной программы, чтобы получить федеральные деньги? Поскольку и настаивает, и мэри продолжает упорствовать, что там должен быть кинотеатр. Сколько нам известно, есть другие программы, театральные, музейные, где можно получить нормальные, большие деньги для того, чтобы реанструировали это здание. И оно стало опять, публичный оборот, было разрешено, жило и приносило доход там за аренду или еще на что-то. Сто процентов согласен. Значит, я могу сказать, что принято решение. Мы с моими коллегами собирались, что мы больше передавать в аренду кинотеатр художественный не будем. Все, принято решение. Сейчас нам нужно правильно там же разобраны полы. Сейчас нам нужно сделать проект восстановления данного здания. И определить, что же там будет функционально. Наверное, мы когда обсуждали, это должен быть все-таки один зал код кинотеатров, все равно можно оставить. Потом можно наполнить именно такими, именно востребованными вещами, которые сейчас проходят. Там и молодежные мероприятия, может быть, и художественные, даже драматические какие-то вещи. То есть мы его наполним обязательно. Но сейчас в первую очередь мы делаем проект, потому что это здание историческое. И его надо пройти в экспертизу для того, чтобы восстановить. И попытка получения федеральных денег. Только после проекта. Там же как заявляться в федеральные деньги можно только имея сметную стоимость. По реконструкции. По реконструкции, да. Мы сейчас же все будем. Сейчас вот школу привязываем, да, например, с новицей Веризина. Вот сейчас торги уже объявлены. И мы получим экспертизу с четким восстанованием. И после этого мы передадим деньги в ООИ, деньги в проект, данные в областную администрацию. Она будет заявляться уже на федеральное финансирование. Также и здесь есть программы, на самом деле, в Минкульте, которые позволяют восстановить именно это. Если мы правильно и грамотно опишем и дадим проекты и конструкции, на это можно получить следствие. Мне просто тут начнить, что вы не будете принимать операцию, что только кинотеатр? Нет. Потому что там может быть ИТЮС или музей какой-нибудь, да, и можно получить какие-то федеральные программы, которые именно сейчас финансируются. Да, да, именно войдем в ту программу, которая сейчас действует. Нам побыстрее нужно сделать... Ну, мы проект сделаем достаточно быстро. О, да? Да, в этом году. Согласование проекта проходит очень сложно. Там же очень много, что признано именно под охраной взято. Там лепнина взята под охрану, ее, соответственно, проект на восстановление. Там стены определенные. Ну, много чего есть. Поэтому в этом году будет проект. Будет проходить экспертизу, будет уходить. Если это позволит, может, небольшие деньги, ну, посмотрим, как совместно, может быть, сделать с областью это. Ну, если нет, значит, тогда с Минкультом будем смотреть. Спасибо. Но то, что мы не будем больше предлагать, это уже сто процентов, уже два раза выступали на эти грабли. Третий раз не хочется. То есть эти зеркалы в полной сохранности. Зеркалы, да. Ту самая, да. Находится у вас. Да, Алексей, пожалуйста, Шестой канал. Алексей Дудин, Шестой канал, Андрей Саниславович. Вопрос касается бездомных, беднадзорных животных. На сегодняшний день идут судебные тяжбы одной из жителей города ДАСС. к администрации, городу управлению КХАД. Размерского требования порядка миллиона рублей, ну, по курсу, и, соответственно. Вы уже вскользь немножко, да, затронули эту тему. Вот хотелось бы узнать, да, на сегодняшний день ваша позиция по данному вопросу. Потому что, ну, как я считаю, существует какая-то, извините, не шарашкина контора, которая занимается этим делом, да, в которой совсем небольшие субсидии, там идут из областного бюджета. Говорили, что там в областном приюте, но, тем не менее, как бы, в проблеме есть, а там она остается, и никуда это делать. Ну, я как раз и говорил про то, что областной, что такое областной приют. Значит, это должен быть построен приют на средства администрации Владимирской области. И он должен принимать, соответственно. Я вообще предлагал целую программу. У них занимается этим департамент ветеринарии. И, по большому счету, во многих регионах департамент и ведет эту работу. При себе создают определенные бригады по отлову там и передержки, создают такие приюты, и там содержат вот этих бездомных животных, собак, кошек, кого есть. У нас ничего не хотят делать. Вот самое главное передать какие-то полномочия, и потом, как хотите, так проводить. Многие наши города, области просто не проводят конкурсы, потому что там вообще некому. Вот вы говорите, там Шарашкина контора пришла. Никто не выходит на этот конкурс. Как вы что делаете? И вот я предлагал, уже и говорил, про это совещание было в области о том, что нужно сделать при ветеринарии такие службы, которые будут этим заниматься. А тех субсидий, которые сейчас полностью выделяют, не хватает? Там хватает только на то, чтобы выловить собаку, чипировать ее, и потом выпустить ее туда же, по закону, где забрали. Через определенное количество суток, которые она будет в этом небольшом, там сколько там, 10 суток, или сколько там, 10 суток, еще вакцинация идет, но потом-то животное опять выходит в прежнюю среду олитая. Здесь нужны определенные шаги, абсолютно. Кто-то должен взяться, я еще раз говорил, там есть заместитель губернатора, который должен понять, что это проблема, и на своем уровне, пускай привлекая там муниципалитеты, собраться и решить этот вопрос. Не решается. Хотя проблема огромная. Спасибо. Призыв вам к Римановскому, пожалуйста. По образованию можно продолжить? По Юлиевцу? Застройщик, по-русски, будет школы устроить? Или все, или город, как бы, взял программу? Сделали они проект, сделали котельную, и два варианта. Если область, областная администрация, войдет в программу, что там будет школа, то, соответственно, можно построить за счет средств Российской Федерации. Если не войдет, то застройщик должен начать это строить, школу. И здесь уже мы, наверное, совместно с областью должны понять, как ее хотя бы наполнять. То, что школа там будет, это однозначно там просто необходимо, там еще одно здание школы. Когда все дома запустятся, и все заедут, а там большое количество жителей сейчас еще только построено, еще даже не все заселены. А там большой-большой микрорайон. Спасибо. И детский сад они уже заложили. Они детский сад должны в этом году начать строить. Второй. Спасибо. Да, пожалуйста, Сергей. Я еще про одно здание, порвальный зуб, который у вас перед глазами, так называемый дом-утюг. Андрей Смиславович, я, может, чуть дольше задам вопрос. Ну, просто смотрите, вот такая схема. Город, когда забирал себе, ну, город, имеется в виду, в муниципалитет, забирал себе вот эту половину этого здания. Неужели не понимал, что у них будут проблемы с собственниками? И тогда встает вопрос. А нельзя ли городу сейчас, во время, отдать эти помещения, которые принадлежат в муниципалитету, в коммерческую аренду, за счет этих денег, черт побери, снять этот забор, подключить ко всем коммуникациям это здание, ввести его в эксплуатацию, а потом в другой половине здания, кто ее построил, тем собственником, выставить счет. Пускай будет долго, пускай через суды все это, но здание начнет работать. У вас перед глазами уже, которые вот, стоит вот это страшное здание, обнесенное забором. Ну, страшное, значит, потому что оно мертвое, оно не живое. Оно не такое же страшное, наоборот. Да, на самом деле проблем с собственниками там нет. И собственники адекватны, там 4 человека, по-моему, и они в этом году начинают уже делать работу и прочие-прочие дела. Мы просто ждали, когда соседний дом довозведет там определенные свои мероприятия, там же переход будет вот с той площадки, которую строит Денисюк. И вот сейчас вот уже, наверное, по весне будет входная группа сделана, и мы приступаем к отделке. Мне очень сильно не хочется, чтобы мы передавали в какие-то коммерческие структуры, потому что там распределены психологи детские, должны переехать с Добровым в новые помещения, там целый этаж будет им предоставлен. Музей спорта мы обещали там сделать. То есть мы все равно планируем это оставить муниципальными зданиями, куда запустить наше управление по делам молодежи должно заехать, патриотическое. С этого года мы начинаем ремонт. В 2020 году. В конце года есть вероятность, что уже какие-то этажи будут 100% заполнены. Ну, очень всего. Пресс-конференцию там можно провести по итогам года. Был бы, нет, был бы великолепный. Там первый этаж как раз у них в музее спорта, про который все время говорит Дед Мороз-то наш. Да понятно. Великий ветеран спорта Митрофагов. Он прекрасный человек, легендарный. Участвовал в девяти забегах, в девяти награжден Дедов Морозов. Спасибо. Так, Анна Тумановская. Хорошо, то есть мы уже переходим к второму кругу. По разделению мусора, сейчас как бы треть, как минимум, наших жителей Владимира говорят о том, что зачем у нас все забрали, все эти емкости. Ну, возмущение не только даже уже по полу забала, сколько вот разделил мусор, столько людей звучали. Здравствуйте, Саша. Будет ли какой-то альтернативный вариант туда ввозить вообще просто? Очень плохо, что вот это вот, ушел раздельный сбор мусора. И опять же, я говорю, мы вот наши, мы можем только на уровне переговоров и штрафов вести речь. Вот здесь должны кто-то поставить задачу перед региональным императором. Я слышал то, что говорил Альберт Скворцов. Ну, вот так вот, вроде сказал все и ни о чем. Как-то непонятно на самом деле. То, что там надо ставить. Я вот, например, уже давно вот с Еленой Владимировной говорим, мы готовы, мы готовы со школьников начинать. То есть мы в школах хотим поставить вот такую. Все равно же дети приходят с каким-то, кто знает, или там покупают какие-то пластиковые там баночки, бутылочки, там бросали бы картон туда. То есть уже контейнера даже мы в школах можем поставить. Только надо понять, кто их будет забирать. Мы же не можем сейчас возить. То есть если раньше мы могли на мусор повозить там и отправлять на маминку, сейчас мы не имеем права этого делать. А вот если это будет налажена сама структура, и тогда вы предъявите региональному оператору, смотрите, у нас схема образования вся, да, она уже готова. Давайте, ребята, делайте. Может быть. Ну, как-то город же все равно что-то тоже делать. Потому что все было хорошо, стало плохо, не по ней городу. Сто процентов. Сто процентов. Это должно быть во всех цивилизованных странах, которые уже к этому подошли. Так это и практикуется. А может не добить уж тогда эту мусорную тему? Смотрите, вот две компании, про которые вы не очень хорошо сказали, действительно странно они себя повели. Плохо они себя повели. Да, несколько странно, да. Тем не менее, смотрите, там работает по нашим данным порядка 500 человек. И они зарегистрированы в городе Владимир, юридические эти организации. То есть они сейчас прекращают работать. 500 человек были безработными, налоги не будут поступать чужели. Считали эти выпадающие комодки. И как она сказала, что ты можешь в этом случае сделать? Именно они мусором разделе бы и занимались. Может быть, да. Может быть, их каким-то образом... Кстати, спецтранс занимался по разделе. Спецтранс занимался, да. На полигоне УНР как раз сортировка вся эта шла. То есть здесь, слушайте, ну, хорошо, давайте я поговорю с рекоператором, что они планируют делать в плане раздельного мусора. На самом деле это очень правильно. И областной центр он должен показывать пример. Да. Всегда. То есть если мы этим займемся, я почему не зря со школы сказал, начнем. Да, это она... Как бы наша подчиненность там, и мы можем в школах, и детских садах даже те же воспитатели, родители те же могут туда там что-то, видя, что там принесли, где-то положить. Ну вот, и было бы хорошо, и на уроках-то, когда даже и там дети, когда увидят такие ящики, они потом и у своих домов будут. То же самое. Давайте будем сейчас пообещать, что действительно с тобой не сойти. Обратитесь, и ребят, и потом... Обещаю. А потом расскажут, что ответят. Обещаю. Я просто, понимаете, как в чем дело? Вот мы же собрались с региональным оператором, не соврать бы, сразу после подписания соглашения. Собрался там, вот у меня заместитель был, была Ольга Александровна Деева. Слушайте, ну кроме вот того, что все хорошо и все отлично, ну о чем там с ними говорить? Надо кто-то, чтобы реальный там говорил. Я вот не знаю, просто какие-то... Не понимаю на самом деле людей, которые вроде пришли хозяйственной деятельностью заниматься, а говорят общими словами, общими фразами. Я обещаю вам, что я на следующей неделе встречусь с региональным оператором, и давайте даже, ну не знаю, вас пригласим. Давайте позадаем вопрос. Ну и выступим с инициативой. Выступим с инициативой. По разделим с годами. Да. Пускай план какой-то там наметят. И потом будем все вместе приглашать это. Договорились ли с вами? Договорились, я уже понятил. На следующей неделе готовьтесь к встрече с региональным оператором. Уважаемые друзья, по поднятию рук Анна Тумановская, Александр Степанов, Григорий Белов, Александр Орлов и традиционные знаки Дмитрия Резникова, Сергей Федяев, Алексей Шликожников. И завершим, мы видим, с кого начали, или еще и вы. Хорошо. И завершаем Ольге Захарову. Принимается такой вариант? То есть у нас остается еще 7 вопросов. Пожалуйста. Эх, ну что это, обошли. Как, как? А я вас не любил, я прошу прощения. Я отвлекся на Захарова опять, но это судьба. Да, пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, какая проблема, я понимаю, может быть, вы сразу скажете, что не ваше полномочие, от Минобороны до вот этой проблемы, когда вы строите, куда девать людей? Как вы можете помочь и до любви? Смотрите, люди были у меня на этом, на приеме, там половина дома, если я правильно помню, там половина, да, примерно 18 семей, 18 квартир, они не работники уже, и мы им, я написал письмо обратно в Департамент имущественных отношений Министерства обороны, чтобы они нам передали этот дом. Пускай оставят за собой там еще что-то. Мы же принимаем дома, мы понимаем, что это все равно наши жители. И сейчас будем ждать ответа. Я верчу, Борис Кириллович, наш депутат городского совета, он прям активно-активно этим занимается. Только было бы желание у Минобороны передать его, мы готовы взять всегда. Не, ну там-то это самое, здесь же люди, как там продадут они дома. Там не было прописанных людей, там были все выселены, там точно, ну, с прописанными там людьми это уже вверх продать. Да, спасибо большое. Пожалуйста, Александр Наралов, приготовьтесь к Григорию Билову. Александр Наралов, вы, наверное, частенько наблюдаете площадь Победы, вот, город, который там растет с каждым днем. На мой взгляд, очень сильно ломает восприятие архитектуры, вот, что там есть. Что по этому поводу говорят архитекторы? Архитекторы говорят, что это безобразие. И сделано оно, вернее, дано разрешение со всеми нарушениями, какие только можно. В этой зоне не должна быть этажность такого плана. Ну, как бы, выдавали разрешение не мы, сейчас уже там зарегистрированы договора долевого участия. Я не знаю, кто там будут люди жить, честно, я просто кошмар один. Там нету ни внутренней территории, ничего. Ну, видимо, кто-то покупает квартиры. Значит, сегодня градус строения, я вот тоже, на самом деле, вот мы когда, генеральный план, если вы посмотрите внимательно, у нас практически все территории комплексное развитие идет. Но градостроительный кодекс не позволяет на сегодняшний день отказать, вот кто-то снес, вот, например, у нас бывают такие обращения, сносят два частных дома и пытаются поставить там какой-то там пятиэтажку там, да, или там трехэтажные там дома. Если это, соответственно, мы сейчас все в генплане перевели, вот где у нас частный сектор, мы его прям закрепили частным сектором. Если там что-то другое, то надо через публичное слушание. Вряд ли сейчас жители через публичное слушание там пропустят такие большие регламенты. Ну вот то, что там мы наблюдаем сегодня, ну, конечно, это не очень хорошо. Мы нам удалось добиться по комиссару отмены распоряжения на строителей и сейчас, конечно, без учета жителей. И уже диалог этот начался, вот Сергей Александрович вместе с жителями и с застройщиками ведут диалог, что же там. Потому что собственника тоже нельзя. Он собственник, он купил это там здание, да, или там было оно у него. Вот. И, соответственно, он как-то хочет использовать земельный участок. Вот эту вот золотую середину надо найти, чтобы и жители, ну, без, там, если, конечно, чтобы не выдвигали таких излишних требований, да, там скажут, посадите нам здесь цветочки, мы будем гулять. Ну, тоже неправильно. То есть надо удовлетворить и тех, и других, найти компромиссный вариант. Но не как там было на комиссару, а там три многоэтажки, которые даже построить невозможно. Спасибо большое. Давайте Григорий Белов и приготовиться Людмиле Ивановича. Андрей Саниславович, вы на руках говорили о строительстве перемычки между ЗВ-8 и Дехрометаном. А вы знаете, что при этой улице Дехрометан уже сейчас двух стоит, в полу-соскоро-женачах, в частности пик, в каком-соскоро-женачах, и все примыкающие и пересекающие улицы тоже. Плюс подходят в 20-м году, вот эксплуатационные гинастии. Это очень круто, чтобы помнить вне двух мунических механизмов. Кстати, мой вопрос большой. Когда давное разрешение на его строительство прошли, то ли вкусную способность, это очень нет. Вопрос следующий. Что делать, если вы с этим механизмом? Мы еще закрыли все боковые отделы, по сравнению с нами, но вы согласовали, по-моему, в бетонную лопу, на боковые отделы. Что будете делать, как расширить эту улицу? Смотрите, у нас на самом деле вот этот выезд, который с Нижней Дуброва на Диктора Левитана, с расширением улицы Диктора Левитана. Там мы просматривали все варианты для того, чтобы ее расширить. И соединить вот эту вот нижнюю часть, там как раз идет самый низ улицы Диктора Левитана, с Дубровой. То есть вот у нас в перспективе вот это вот соединение этих дорог, чтобы кто-то мог туда уехать, кто-то на Диктора Левитана. Слушайте, люди найдут, где ездить. Они где, чем больше будет дорог и соединений, вот Сергей не даст соврать, чем больше будет дорог, вот мы же не зря там на улицу Красную рисуем, пусть это будет одностороннее, ну а еще одна дорожка. Все разъедутся по городу, затыков не должно быть. Поэтому Диктора Левитана сейчас как раз вот вы видите, она должна быть с расширением. Там есть только одно узкое горлышко, над которым мы сейчас работаем, это где... Какой там дом? 27-й, по-моему, дом, да, вот там вот как раз это вот сейчас смотрим, каким образом это сделать. А так четырехполосная там должна быть, с выездом на проспект Ленина. Спасибо большое, Григорий. Людмилов. Мы сейчас работаем над комплексной, организацией комплексной схемы, организацией дорожного движения, которая будет предусматривать все вот эти вещи. В том числе и... Ну, вы правы, что тот узел надо расшивать с Дубровой вместе. Это так. Спасибо. Людмила Ивановна и приготовиться потом Сергей Федеев, пожалуйста. Возвращаясь к выбору, хотелось бы знать, кто же будет осуществлять, что это замечательный план, о которых мы говорили после сентября. Поэтому готовы услышать о Ваших намерениях относительно третьего срока Вашего года. И по поводу Ваших ожиданий от изменения системы в Городском Совете перехода на одновременно попробовать. Вам решать? Ну, все-таки есть мнение, что... Что это Ваши как бы инициативы, наверное, срока Ваши. Знаете, я в Городском Совете очень хорошо общаюсь со всеми независимо от партийной принадлежности. Диалог веду со всеми партиями. Абсолютно, даже если по партийной принадлежности. Коммунисты, ССР, РУДПР, кто у нас еще, Яблоко. Неважно, на самом деле. И здесь вопрос в том, значит, планирую я или не планирую. Скажу, да, планирую. Опять же, здесь будет зависеть от того, выберут депутаты или не выберут депутаты. У нас на сегодня, сейчас по новой системе выборов 25 кругов. А круга чуть-чуть уменьшились. Если раньше они были по 14 тысяч, сейчас они стали, по-моему, от 10 до 11 тысяч. Поэтому, если человек хочет и способен, значит, он идет, проходит. А дальше будем убеждать. Доверят, значит, буду. Не доверят, значит, не буду. Спасибо. Сергей Федеев, пожалуйста, приготовиться к Дмитрию Рисникову. Здравствуйте. Мы говорили о том, что состоялись торги уже, да, на 20-й год. Как раз по объекту, по которому. Ну, они были, они еще в прошлом году состоялись, потому что такое было. Да, да. И есть экономия. Будет экономия, да. В 17-й год. В 17-й год. Как бы с этой цифрой мы не знаем, да. Скажите, есть реальная возможность, вот, направьте эти деньги, не на дополнительные объекты, как в прошлом году был сделан у нас, в Большой Можигородской объект, как мы сделали, да? Знаете, надо проговорить, надо, надо, надо проговорить, самое, с департаментом области, там же не всякие, не все виды работ, департаментом ЖКХ, они могут принимать. То есть, там есть свои показатели, по которым они отчитывают, соответственно, мы должны их соблюсти. Но то, что вы говорите по безопасности, это даже если не там, то мы это все равно будем делать за счет городских там денег. Это безопасность на первом плане. А это, ну, ну, давайте обсудим, вот у меня Литвинкин вместе с вами там посмотрит, какие варианты есть, и если это можно, конечно, сделать. Что же делать-то, да еще не за свои деньги. Спасибо. Так, коллеги, переходим уже к завершающим вопросам. Пожалуйста, Дмитрий Резников, подготовься, Сергей Голубинов. Так, Дарья Алексеевна, пожалуйста, вы говорите. Ну, Лизин Саш, нам забыли. Только из Удольни повезло, эта зима, она очень теплая. Пока. Пока, в крайней мере. Но каждый год, бюджет города, в частности, закладываются деньги на уборку городских территорий от снега. Получается, ноябрь, декабрь снега мы не видели вообще. Мы даже видели видео, интересно, где техника убирает существующий снег, как уборочек. Ну, это... И, кажется, это платит то реворду лазимя. А у меня вопрос, сколько потратила, сколько сэкономила городская администрация денег из бюджета на то, что у нас не было успех в ноябре и в скафере? Ну, по цифре я вам не скажу, могу сказать на тот пост, который был выложен вот по этой технике, да, который... Там просто показали часть, часть показали картинки. Не показали, что спереди идут люди и закидывают в этот ковш мусор, который там собирает с мед, который там с дороги. Сколько сэкономили, не знаю, но мы всегда закладываем по минимуму. Если вы же отслеживаете на городских советах, мы каждый год добавляем туда на список соляную смесь. Если не хватает, если хватает, то значит хорошо. Ну, если эти цифры нужны будут, мы давайте приведем к вопросу. Скажем, сколько в том году у нас потратили и скажем, какую сумму в этом году потратили. А в рамках уточнения вопроса Алексея, все-таки мы планируем... А вы уже переходите к своему вопросу. Нет, я смотрю, я просто хочу сказать, мы планируем ли все-таки пересмотреть приоритеты при уборке города все-таки в пользу пешеходов? Потому что больше всего жалоб поступает не от водителей, а от пассажиров. Я знаю, да. То есть с дорогами более-менее не разобрались даже в пиковые стекла. С тротуарами. А с тротуарами пока... Уже обратил на это внимание. Сейчас мы каждый год, если вы смотрите, там по несколько тракторов добавляем на центр обоустройства. Именно тракторов, ну, так сложилось, что белорусы, они самые надежные, хорошие, качественные, не ломаются и могут работать 24 часа в сутки. Поэтому именно белорусы берем, ну и плюс маленький вот этот техник, который обслуживает центр города. И уже поставил задачу еще на той неделе проверить маршруты, как убираются тротуары. Обратил на это внимание, как посыпаются. И я думаю, сейчас вы увидите эти изменения. Если надо, мы еще подкупим вот таких тракторов, которые пойдут именно по тротуарам. И именно до начала рабочего дня. Ну, это не уточнение. Да, а вопрос тоже инфраструктурный такой. В связи вот с этим веселой историей супрукторов, да, которые на ушах держали, может, долго-долго, долго, возникло опасение. Обоснованы ли планы развития так называемого запекиночья? То есть вот в связи вот с такой позиции федеральных дорожников не ставят за ли крест? И известно ли вам что-то, поскольку не так легко, да, Григория Анатольевна стучаться, а по поводу реализации его проекта, вот Ублобус, потому что он там красиво район-костор построится. Он тут из Пекина получается. Да, ну, насколько я знаю, Григорий Викторович, там они спроектировали, подтянули туда сети для огромного гипермаркета. Причем я смотрел эту картинку, знаете, замечательная картинка. Там прям парк, огромный парк, там огромное количество парковок. Это как зона может приходить, гулять, там каток ледовый есть. Ну, просто шикарная вещь. Вот, если это реализуется, надо будет сказать обе группы, просто огромное спасибо и здорово. Насчет строительства жилых домов, которые там микрорайона, я не готов сказать по причине того, что там есть определенные зоны охраны, которые позволят или не позволят строительство там многоэтажных домов. Это должно быть согласовано там с определенными группами управлений. Если получится, ну, значит, застройка там будет, да, такая, если не получится. Причем это хорошо, то есть городу куда есть развиваться, мы только приветствуем это. Если не получится, ну, там все равно какое-то движение будет со временем оно. Ну, то, что вот тот торговый комплекс, который там будет, я прям вот могу тоже уточнить у Григория Викторовича или там у директора обе групп, чтобы уточнить, будет, не будет, и если будет, то когда. Вы не знаете, когда? Александр Александрович, у них нет пока вот этого согласования, Сергей Алексеевич. Вот этот вопрос им очень сильно понравился. Они последний раз что-то, Сергей, согласовали, потому что когда они ставили пешеходник, там как раз они общались на эту тему. То есть пешеходник, пешеходный переход, который около Тепличного. И вот там они как раз в конце Нового года они какие-то согласовывали вопросы. Надо просто будет уточнить, может, они и согласовали эти вещи. Потому что это действительно такая вещь, и там уже можно будет тогда действительно строить. Ну, а вообще, вот, опять же, послевкусие осталось все равно напряженных переговоров с МСМС, с Автодором. Да, все-таки, в дальнейшем сюда запекидывающий. Я не видел, мы поздравились с Новым годом, с руководством дороги. Они свои обязательно строили, или, кстати, да, просто там, они обещали до конца года? Ну, они там не доделали еще, да. Но сейчас они, да, то, что делают, мы сделали на РТСе. Сейчас много чего сделали жителям, там и подсветили им, и тротуар довели. Вот они там должны в полосе отвода дороги сделать там тротуар. Вот такие вот нюансы все мы сейчас стараемся, согласно тех договоренностей, соблюсти. Там еще и требуется одно расширение. Вы видели, оно пошло на основицы Веризина, да, вот там надо вот где, с Никтида. Мы сейчас Никтиду, они обратились к нам, предоставим для парковки машин кусочек земельного участка, который находится, ну, прям близко к ним, но не будут они ставить вдоль дороги все. И там же автобусная остановка. То есть сделали максимально, что удобно жителям. Вот судьба вот северного объезда, так называю, да, я пока не знаю ее. Но я написал письмо министру транспорта, где просил, что это целесообразность, что это нам будет хорошо, что это как бы разгрузит транспорт города Владимира, если они уйдут сразу же из Москвы налево, да, выходит на Суздаль, на Иваново, там будет такая, если это получится, то это будет здорово. Ну, правильно тогда мы рассуждали, что нет смысла строить. Я сейчас просто с ужасом думаю, если все-таки будут строить эту эстакаду, которая запланирована там на 8 или на 9 миллиардов, насколько она запланирована, около от ГАИ, и в сторону, да, Макдональдса туда, но это просто встанет, наверное, все въезды со стороны Москвы просто встанут. Альтернатив нет. Хорошо, а мне очередь я... Иформируйтесь в ТАСС. Спасибо. Корректор, у нас остается два вопроса. Он еще... Александр Степанов, Толикс и Ольга Захарова. И мы на этом завершаем, но Дмитрий Резников, как же ему откажешься? И опять по месяцу подважать? Нет. Мы по месяцу по два, ни на один запрос не отвечаем. Ну ладно, поднимите документы? Поднимите, поднимите. И наоборот, эти наши пресс-службы с другими, пожалуйста. Вопрос вам, потом Александр Степанов и Ольга Захаровна. Значит, Анна Устинова, ТАСС, спрашивает, в продолжении темы с городской застройкой, она, видимо, смотрит какую-то трансляцию. А, Александр Ильич, позиция мэрии по будущим десятиэтажкам в районе между улицей Горького и... Я понял. ...Мегаторгом, там, первым коллективным проектом и так далее. То есть, как вам этот проект нравится, не нравится, как вы же на какой там стадии, и что нас ждет? Знаете, я всегда придерживался такого мнения, что, значит, если это сто процентов жителей согласны на такой проект, значит, оно должно быть, то есть, я так понимаю, что там еще, ну, она не выше, вот это вот мы специально архитектура смотрела, там говорили о каких-то семнадцатиэтажках нет, там никаких семнадцатиэтажек нет, и не должно быть. То есть, эта застройка должна быть не выше, чем рядом стоящие дома. С той стороны, там, торговый центр, офисный центр, да, по-моему, офисный центр стоит, многоэтажные дома, и они ни в коем случае друг другу мешать не будем, не будут. Вот самое главное, зачем будем смотреть, они пока не обращались, это проходы, проезды, парковки, вот это будем обязательно смотреть. Но пока нету еще никаких, к вам не обращались? Пока еще нет обращений за разрешением на строительство, ничего. Спасибо большое. Александр Степанов, Турец, в организме. Нам как раз, Аня, так, смущается, меня смотрит, ритонический вопрос, я не передам. Нет, ну, пожалуйста, пожалуйста. Вы нам сказали, что перешейк на мир, а вот этот способ такой, от студенческой к миру дорогу появится, что застройщики... Да, да, да. Вы, например, сделаете асфальт, запрос у меня два месяца точно лежит уже, просто я никак не могу... Они... 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 С печатью... Вы мне позвоните лично. Смотрите, на самом деле они не успели там сделать, там было 4 застройщика, они сейчас провели ливневую канализацию, сейчас там вырезаются, и мы в этом году обязательно этот проект закупим. Мы сейчас должны довыкупить здание, оно оценено, чтобы вывести эту дорогу на... Да, оно прям упирается там, вот магазин, сейчас пятерочка, да, по-моему, упирается там, где вневедомственная охрана еще, да, находится вот, проезд на студенческую, и вот зациклить вот тут как раз улицу Горького с улицей Мира. Вот это еще один такой перешейк, который помогает разгрузить город. Чем больше, вот 100%, все дорожники скажут, чем больше улиц, по которым можно проехать спокойно, тем меньше будет пробок в городе Владимире. Так? Спасибо. И последний вопрос. Ольга Захарова, пожалуйста. Это я. Вы много уже говорили о зданиях в нижнем виде города. У меня все были вот в торговом льду, без дистанта, прямо спускаясь к улице. Огромное здание, в котором провал, с забором все огорожено, ему уже не знаю сколько лет. Мы в этом году его снесем, просто мы хотели его в том году снести, там же экспертиза, там оно примыкает к другому зданию, поэтому там все очень... Мы еще дополнительно должны усиление сделать и в этом году. По-моему, вот в начале года мы уже должны освободить это место. Не знаю, что надо сделать на этом месте, но что-то хочется, что-то сделать красивое там. Не знаю, может фонтан, может быть какой-то... Не знаю, архитекторы всегда говорят, что угловые здания должны быть... Они как бы основа... Как Сергей правильно? Доминанта. Доминировать. То есть угол должен быть застроен. Вот. Я-то бы лучше поставил фонтан там и такую зону отдыха. Но у архитекторов там есть свои мнения на этот счет. Спасибо большое. А у вас вопрос, а в этом году будет юбилей к ней использование планетарий. Будем праздновать? Не просто будем праздновать. Мы с вами... Мы с вами... Смотрите, смотрите, давайте по планетарию скажу. Смотрите. На самом деле все упирается. Помните тогда еще Сергей Владимирович хотел поставить это... Я был в Питере, и я сходил к планетарий номер один, так называемый там. И там есть... Вот если зайдете на сайт, посмотрите, какая там установка. Они делали ее сами. Там, не знаю, там огромное количество этих лучей, зеркал, такой огромный шар. Но там большой купол. Я попросил наших специалистов с управления молодежи там... Потому что мы хотим там молодежный такой центр сделать. Прямо чтобы там не только дети были там, вот с планетарий ходили. Ну и молодежь уже более старшего возраста, которые там и роботой, техником кто-то позанимался. Ну как кванториум. Что-то такого. А вот там вариант же. Плана, да. И областной кванториум есть. Востребованные очень вещи. И вот... Но без планетария мы не можем. Если сейчас вот они найдут, вот... То есть там договорятся. И думаю, что это... Надо понять просто сколько это денег стоит. Ну просто сумасшедшая там картинка. Все сидят или лежат на пуфиках, смотрят вверх. И там вот картина звездного неба с фильмами. Современнейшая вещь. Планетарий номер один. Санкт-Петербург. Смотрите. Вот такой вот хочется сделать. И если это сейчас все срастется, то мы это сделали. Не, был Ярославль он по классической схеме шел. Там шел Цейсовский аппарат. Они на тысячелетие, по-моему, Ярославля получили просто это... Там Терешковым проделкам прожили. Да, да. Молодцом. Потому что, ну, я думаю, что мы в этом году что-то сделаем. По-любому. Ну, не знаю. Спасибо за бонус. Алексей, давайте все. Точку. Да, это уже честная точка. Большое спасибо за общение. Думаю, что в этом году мы будем говорить... Когда следующий раз? Больше? Ну, это вам решают. Насколько вам это необходимо, наши разговоры? Вопрос. У нас на будущей неделе следующий разговор с губернатором. Вы, очевидно, при своей занятии туда не поедете, например, к реанимации губернатора. Но если бы ваша никакой был вопрос, вы задали Владимиру Супеневу. Называется, Андрей Супенев, глава меняет профессию. Давайте переклифицируйтесь с журналистом. Знаете, мне очень хочется, чтобы... У нас самое большое, то есть мы практически со всеми департаментами, мои службы нормально контактируют и находят все вещи. Но вот департамент, который вот... Я же все как бы вот за то расселение аварийного фонда, да, то там дорожные там какие-то дела. То есть все-таки вот как-то более тесные взаимоотношения должно быть. Но нас почему-то не слышно. Вот я, например, по паркам, потому что сейчас обратился, говорю, давайте сделаем вместе парк. Добросельский. За два года. Не отказал, честно. Я вот, Владимир Владимирович, я ему по телефону звонил. Говорю, Владимир Владимирович, вот я сейчас должен торговать, то есть мне надо понимать, как я хочу торговать там на два года, если с вашей помощью, 50 на 50 просто давайте сделаем. Либо один, но тогда у меня, соответственно, это растянется просто. Это было бы для всех хорошо. Ну вот о совместном парке, наверное, Владимир Владимирович. А? Я спрашиваю. Я могу сказать, что он не отказал на самом деле. Он сказал, сейчас беру паузу на изучение. Понятно, это вот все понятно, что это бюджет, это там средства сейчас. А какая вопрос, если в идеальном варианте за два года? По 75 тысяч ежегодно, миллионов, извините, да. С той, с другой стороны. А это без федералики или еще без федералики? Не, 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 все чисто. И будет огромный, красивый парк с огромной детской площадкой. Просто таких нет в городе. Сейчас я все время боюсь ошибиться. Роллеры. Роллердромы. Трасса там просто, она прям огромная, там стоит, там можно будет кататься, там, я не знаю. Там огромное футбольное поле с хоккейной площадкой, там объединено. Вот, например, мы, например, убираем навес. То есть, один навес, он очень дорогой. Ну, я не думаю, что там из-за этой берглизны, там, миллионов, там, 30-40 надо переплачивать, чтобы сделать навес. Ну, летом побегаем, в конце концов мы мальчишками под дождем бегали, ничего, зимой там на заснеженной побегать можно. Вот такие вот удешевления мы сейчас делаем, и если мы сейчас все, экспертизу сейчас, вот, мы через месяц, наверное, получим, вот тогда надо будет просто понимать, что уже дальше делать с этим парком. Потому что хочется в добром, хорошем парке. Уважаемые коллеги, Андрей Суворович, спасибо за ответы, а вам, коллеги, вот, искренне спасибо за очень предметные и корректные вопросы. Спасибо.